Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, хоральные синагоги. Это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов, как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь. Спасибо большое, что вы согласились с нами встретиться и рассказать и о себе, и о храме, и о жизни общины. Тем более, что храм у вас необычный. Вот даже когда идешь с улицы, то, в общем, и не определить, что здесь находится храм. И по коридорам, когда мы вели вот в это самое место, невозможно было догадаться, что это дорога к храму. По-своему символично, учитывая, что, например, на этой улице в 30-е годы действовало несколько катакомбных православных общин в период гонений, которые жили вот в коммунальных квартирах, располагались в домах напротив. И этот храм, кажущийся почти катакомбным, на самом деле таковым не является. Просто изначально, еще в момент своего освящения в 1838 году, он располагался в той части здания, которая была удалена от улицы. Это обеспечило ему тишину и одновременно прекрасную акустику, позволяющую и сейчас при совершении богослужения читать молитвы и христического коронослуха, они звучат на весь храм. Так что перед нами храм очень продуманно построенный в рамках училища, коммерческого училища, учебного заведения одного из наиболее известных в свое время в Санкт-Петербурге. Перевод гонений. Что было с этим храмом? Ну, надо сказать, что в первую очередь после прихода к власти большевиков закрывались домовые храмы, или, правильнее говорить, домовые храмы, находившиеся при дворцах и при каких-то учреждениях, учебных заведениях. Почему именно с них начали? Считалось, что в частности при отделении школы от церкви храмов не должно быть подобного рода, в каких бы то ни было учебных заведениях. Впрочем, университетский храм, например, посуществовал несколько лет. Вот это желание изначально противопоставить церковь к культуре, образованию, посвящению, характерное для большевиков, находило свое выражение в том, что остававшиеся храмы были поставлены в положение мест, куда приходили темные верующие отправлять свои примитивные религиозные потребности, связанные с их предрассудками. Культура отныне, образование отделялось. От церкви. И в этом помещении большую часть советского периода находилось три объекта. Аудитория, химическая лаборатория и кабинет химии. Вот почему при восстановлении этого храма было довольно много проведено работ, которые, собственно, и открыли вот это замечательное пространство храмовое. Многие из тех, кто здесь когда-то учился, с удивлением обнаружили, что здесь был когда-то храм. И вспоминаю свои первые молебны здесь, когда было еще помещение химического лаборатории, аудитории. Я смотрел на портреты Ломоносова и говорил часто о том, что вот этот выдающийся наш ученый, в том числе и химик, смог бы нам и подпеть, и прочитать апостол весьма вдохновенно соединен сейчас со своего портрета. Вот эти большие окна храма создают ощущение постоянного присутствия, если не солнечного, то света вообще, что для Петербурга весьма неординарно. И еще один существенный момент, когда вот храм стал самим собой, стал храмом. Но прихожане, пришедшие сюда, а сюда пришли люди уже, как правило, воцерковленные по 15-20 лет, люди, в основном, с высшим образованием, люди, связанные с преподавательской деятельностью, с научной деятельностью, то возникло ощущение своеобразного аквариума. Мы все здесь оказались друг у друга на виду, друг у друга, потому что нет роскошного интерьера, за который можно спрятаться, нет каких-то ярких икон, в красоте которых можно, так сказать, постепенно раствориться. Мы тут почувствовали вот в этих белых стенах с небольшим количеством икон, что церковь – это мы, что церковь – это люди, это прихожане, а не предания старины, глубокие, воплощенные в иконах, в святынях. И вот это новое ощущение для многих на самом деле стимулировало то, что в этом храме началась очень небольшая, в наше приходское собрание входит 62 члена, но очень насыщенная жизнь. Я являюсь регентом этого храма, и в последнее время я руковожу любительским хором, который все ближе, по своим певческим данным, напоминает профессиональный, приобретая лучшие качества профессионального хора в плане того, что они все лучше начинают петь на богослужении, но при этом они не перестают молиться, что меня очень радует. Вообще говоря, отец Георгий проводил такую параллель этого храма, он сравнил его с аквариумом, но тогда, продолжая эту параллель, я могу сказать, что мы тут находились, хор находится в этой части храма, это, как бы сказать, грот. Там было очень комфортно, потому что мы как раз-таки были огорожены, у нас там был свой такой микроклимат, но нам действительно дают достаточно свободы творчества, что я очень ценю на этом приходе. И инициатива создать еще и приходской любительский хор исходила не от меня, но получилось совершенно в каком-то смысле уникальное явление в том плане, что, как правило, в большинстве приходов существуют тоже любительские хоры наравне с профессиональными, но они существуют для того, чтобы петь, участвовать в богослужениях, когда не может профессиональный хор, всего каких-то причин финансовых, или люди работают, допустим. А у нас получился такой интересный опыт, который всем очень понравился. То есть мы создали любительский хор, который сразу начал буквально через очень короткое время участвовать в богослужении. И для людей, которые шли все живающие в наш хор, и этот опыт был важен тем, что они не только были пассивными слушателями, молящимися, но которые скорее в душе молятся, они еще и активно участвовали в богослужении. И это очень интересно с точки зрения того, что можно подбирать репертуар созвучный, созвучный переживанию верующих. А вот то, что ваш храм расположен в стенах учебного заведения, как это отзывается на вашей приходской жизни и на вашем служении? Надо сказать, что в Санкт-Петербурге было восстановлено больше десятка храмов при учебном заведении. Причем большая часть этих храмов имеет престол, освященный в честь святых первоиховных послев Петра и Павла. Для подавляющего большинства учащих и учащихся учебных заведений домовые храмы не стали храмами приходскими. Подавляющее большинство преподавателей и слушателей выступают за все эти почти 9 лет существования этого храма как захожане, а не прихожане. И вот когда храм здесь возник, обнаружилось, что вот просто появиться на молебне, накинув на голову платок и поставив свечку, готовы многие. А вот участвовать постоянно методично в церковной жизни действительно могут очень немногие. Таково положение вещей совершенно неизбежное после того, что было у нас в прошлом, но каким оно будет в будущем, сказать пока сложно. Во всяком случае, можно отметить одно, что вот в открытых у нас приучебных заведениях храмах домовых действительно существуют небольшие и довольно сплоченные общины, которым нам, в основном, и принадлежит будущее. У меня свой был путь. Тут говорили о том, отец Георгий о традиции православной говорил, говорил об интересе к церковной культуре. Вот именно это меня и привело в церковь. Для меня очень важна личность духовного наставника. Не зря в народе бытует такая пословица, как у поп, так у приход. Вот. Я длительное время была прихожанкой храма апостола-евангелиста Иоанна Богослова при петербургских духовных школах. Там я впервые познакомилась с отцом Георгия. И я эту историю люблю рассказывать. Впервые попав к нему на исповедь, я очень длительное время избегала потом его. Вот так была напугана его строгостью, его регалистичностью. Но затем я потянулась именно к нему, попросив быть его моим духовным руководителем, почувствовав вот истинный, подлинный дух Христов. Я рядом с отцом Георгием уже более 20 лет. Вот. Просто я стала ближе к своему духовному руководителю, потому что раньше нам приходилось реже встречаться. Была личностная встреча с Богом, на которую надо было как-то отозваться. Я понимал, что надо было отозваться, и приходит к тому, что отзываться надо собственным преображением, это длительный такой путь. И вот в этом пути отец Георгий очень серьезно помогает. Он не заслоняет собой Христа, и помогает в этом и община. Потому что действительно здесь ощущение, что мы все на одном пути. То есть мы очень близко общаемся, мы обсуждаем какие-то философские, богословские вопросы, можем созваниваться. Здесь нет такого почитания вот священник, и только вот он нас сдерживает. Потому что действительно мы ощущаем, что он и мы – это одна церковь, которая идет ко Христу. Здесь икона царско-сельская, икона знамени. Это список с одной из самых почитаемых в Петербурге чудотворно-богородичных икон. Икона была подалена царю Алексею Михайловичу еще в XVII веке, но была иконой с Петербургом, связанной со момента пребывания в ссылке, в царской мызи, то бишь в будущем царском селе, будущей императрице Елизаветы Петровна. Согласно преданию, будущая императрица в ночь переворота, который привел ее к власти, дала перед этой иконой обещание не казнить никого из своих врагов, и де-факто смертная казнь была отменена при ней в России. Далее икона эта считалась чудотворной в связи с тем, что во время эпидемии холеры в Петербурге, в царском селе, не было ни одного случая заболевания этой болезнью, после того, как с крестным ходом эта икона была обнесена во время крестного хода вокруг царского села. Наконец, эта икона очень почиталась в семье нашего последнего государя. Так что вот это одна из немногих, как бы чисто петербургских, по месту своего прославления, могородичных икон нашей церкви. Вот список с нее, подаренный нашему храму покойным ректором этого учебного заведения Валентины Георгиевны Воронцовой, как раз вот и украшает наш храм. – Батюшка, и сегодня здесь перед нами Вы неслучайно положили икону новомучеников. На ней очень много лиц. Они кажутся небольшими, потому что, наверное, художник старался вместить как можно больше в пространство иконы. Но я думаю, что не написать такой иконы, которая могла бы одновременно вместить лица всех погибших в годы гонений. – Она примечательна тем, что Петербург был местом, где, как правило, проходили все епископские хератонии. Ведь любого новомученика обычно связывают с той епархией, где проходило его служение, в которой он жил, может, даже в ссылке жил, и где он родился. Но вот благодаря тому, что епископские хератонии совершались чаще всего в Петербурге, практически все возведения в епископский сан любого епископа практически совершались в Петербурге, получилось так, что с Петербургом оказались связаны почти все священно-мученики в епископском сане, принявшие свою мученическую кончину. Вот почему, когда стал вопрос о том, а кого же изображать на этой иконе, то, конечно, можно было изобразить почти всех епископов, которые до революции приняли свой сан именно в Петербурге. Чем примечательна икона? Мы видим здесь, естественно, святителя, исповедника, патриарха Тихона, выпускника нашей Духовной Академии. Рядом с ним мы видим его первого местоблюстителя, митрополита Казанского Кирилла Смирнова, который был не только выпускником этой Духовной Академии, уроженцем Петербургской партии, но еще многие годы был векарным епископом. Одновременно мы видим здесь и некоторых выдающихся священников, например, протериана Кочурова, который был первым священником, убитым большевиками уже 31 октября 1917 года. Мы видим здесь одного из самых выдающихся священнослужителей в пресвитерском сане, протерией философа Арнацкого, который принял мученическую смерть с двумя своими сыновьями, один из которых был артиллерийским офицером, другой – военным врачом. Это очень показательно, что малая церковь отца философа Арнацкого и его семье дала сразу нескольких новомучеников. Наша церковь уже давно переросла рамки сергианской или антисергианской. Она действительно должна осознавать себя в единстве тех святых, которые шли, может быть, различными путями, но, принимая мученическую смерть, свидетельствовали об одной истине, об истине Христовой. И вот не говоря уже о том, что, конечно, в центре этой иконы оказывается императорская семья. Именно этот самый, связанный с династией Романовых, имперский период русской истории, был периодом, подготовившим многих наших будущих мучеников, вот, собственно, кровью которых, я думаю, в значительной степени и устояла наша церковь в период гонений. Поэтому, когда я часто слышу в Москве разговоры о какой-то, ну, если не безблагодатности, то, так сказать, ну, какой-то такой теплохладности духовной Петербурга, я всегда этому удивляюсь, потому что петербургская святость – это уже составная часть истории русской святости. И как член синодальной комиссии по канонизации святых многолетней, и как церковной истории, как петербургский священник, я вот за все эти годы, когда мы готовили к канонизации святых, убедился, насколько своеобразна и замечательна страница, именно, так сказать, петербургская в истории русской святости, не говоря уже о таких, не связана с мученичеством наших великих святых, как Синья Петербургская блаженная и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы упомянули, что вы много лет были в комиссии по канонизации новомоченника. – Канонизации святых в целом. – Канонизации святых в целом, ну и… – Ну, просто основной действительно темой нашей работы были, конечно, новомоченники. – 20 лет вы проработали, вы работали в архивах, вы поднимали документы, вы прослеживали судьбы этих людей, и причем самый, наверное, страшный и тяжелый период их жизни, который завершался мученической смертью. С каким чувством вы вспоминаете эту свою работу? – С очень противоречивыми чувствами ее вспоминаю. Но прежде всего вот почему. Во-первых, хотя я был убежден, что канонизация новомучеников у нас уже давно назрела, я видел перед собой довольно печальную картину, связанную с тем, что в подавляющем большинстве случаев никакого почитания мучеников в широких народных кругах не было. Именно не вообще народа, а церковного нашего народа. Отдельные новомученики были как-то известны, но в целом широкого почитания не было. Отчасти это было неизбежно, учитывая то, что историческая память вообще, а уж церковно-исторической особенности, насильственно к десятилетиями подавлялась, вытравлялась из нашего сознания. И нам казалось, что задачей нашей комиссии является донесение теперь до широких кругов церковного народа информации о том, кто же был до нас и чьим подвигом, может быть, мы и спасаемся по сей день. Поэтому часто, не имея фактов широкого народного почитания того или иного мученика, мы готовили материалы к канонизации, исходя из того, что для прославления мучеников, в отличие от прославления всех других святых, достаточно установления факта мученической смерти. Даже чудотворение не обязательно. И действительно, собор наученников у нас довольно большой. Но вот проходят годы, и я вижу, что почитание новомучеников не приобретает широкого масштаба. Да, полагающийся протокольный день их поминовения, эта память празднуется, но при этом мы не видим, что их подвиг действительно вызывает в себе значительное внимание, а самое главное, вызывает в людей чувство нравственной ну, что ли, нравственной обязательности для них в своей жизни следовать чему-то подобному. Очень часто люди приходят в церковь в надежде найти покой, радость, благополучие. А мученики говорят о том, собственно, о чём говорил и Христос, что царство моё не от мира сего, иго моё, хотя и благо, но всё-таки иго, в мире будете иметь скорбь. И вот для меня сейчас очень ясно проступило то обстоятельство, что для многих наших современников, я имею в виду людей, пребывающих в церковной жизни, подвиг новомучеников кажется неактуальным именно потому, что они хотят жить в церкви благополучной. Но вот для меня история жизни и смерть отца Павла Адельгейма стали своеобразным объяснением того, почему это происходит. Ведь, собственно, в лице отца Павла мы увидели человека, который, безусловно, оказался бы в одном ряду с новомучениками тогда, в 30-е и 40-е годы. Вернись сейчас в те же времена, то, наверное, без разбору попали бы одновременно под этот каток только по своей принадлежности к православию. Если бы мы, понимаете, вот канонизации проводили по этому принципу, всех тех, кто погиб, просто потому, что он священник, наш бы собор был гораздо больше. Именно потому, что мы в своей работе пытались выявить тех убиенных священников, которые не только не запятнали себя, скажем, сотрудничеством с властями, но именно тех, у кого был выбор погибнуть или не погибнуть, отрекшись от Христа, а они предпочитали путь кибели, вот именно поэтому я и вспоминаю отца Павла, который, в общем и целом, тоже стоял перед своим выбором. Сейчас работа комиссии во многом, не скажу свернута, но, так скажем, замедлена до предела просто. Объективное обстоятельство этого связано с тем, что резко ужесточились должностные инструкции архива хранилищ. Сейчас информацию получить гораздо труднее архивного характера из соответствующих архива хранилищ советских спецслужб, чем это было раньше. Обязательно информации невозможно решить вопрос о возможности канонизации. И здесь, конечно, необходимо просвещение как на уровне, допустим, дальнейшей популяризации памяти новомучеников, донесения до людей того, что же все-таки было, так и то же самое преподавание для детей основ православной культуры. 20 лет – это срок для человеческой жизни, короткий, а для истории, и вам это как историку, тем более понятно, это мгновение практически. Так ведь? Ну, что такое 20 лет? Мы с вами много говорили и о тревожных тенденциях, о том, что не удалось, что хотелось бы, что было бы как-то по-другому. Но все-таки вы чувствуете движение? Где вы видите точки роста, точки развития? Вы знаете, главным достоинством нашей эпохи 20-летней последней является то, что мы постепенно, очень мучительно и трудно освобождаемся от иллюзий по поводу самих себя. Ведь как легко было в советское время думать о себе лучше, чем ты есть, воображать себя лучше, чем ты есть, тем более размышляя над тем, что вот была бы свобода, в частности, для церковной жизни, уж мы бы развернулись, мы бы показали. Это была иллюзия. И вот эти 20 лет – очень сложно, очень противные временами для меня самого. Замечательны тем, что они нам открывают глаза на самих себя. И то, что мы подчас видим не лучшую картину, не должно нас смущать. Как раз многих это и тревожит. И когда, например, пишешь или рассказываешь о каких-то проблемах, тебе тоже говорят, ага, ты тот очернитель, очерняешь нашу действительность, ты русофоб. Вы знаете, очень трудно христианину не быть русофобом, учитывая ту судьбу, которую пережила церковь Христова в России 20 века. Но одновременно можно сказать те следующие. При всех исторических грехах нашего народа он остаётся народом, ну уж не знаю, великим, не великим, но значительным. А любой народ, значительный, как и значительный человек, должен, прежде всего, брать ответственность за все свои исторические и добродетели грехи на себя, отвечать за самого себя. А по-настоящему ответить за самого себя перед судом истории, перед судом Божьим, можно тогда, когда ты, не обольщаясь собой, видишь себя в таком виде, в каком ты есть на самом деле. Поэтому вот это духовно-историческое отрезвление, которое происходит сейчас, когда мы видим себя часто не в лучшем свете, для христианина может быть большим стимулом к духовному развитию. Потому что только осознать собственное несовершенство, человек начинает преображаться, преображаться, уповая на Бога. Мы не хотим осознавать этого, напротив, напротив, как раз вот это вот отрезвление больше всего и пугает. Поэтому-то я как раз и считаю, что не образ церкви благоденствующий и побеждающий должен быть перед нами как путеводная звезда, а образ церкви мыслящий, сомневающийся в самой себе и самое главное надеющийся на то, что исполненной любви сострадательной в том числе и к русскому народу Христос не оставит даже на пути нашей духовной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok